Привет, дорогие друзья, привет, дорогие зрители, ну и чудо-комментаторы моё отдельное вам здравствуйте. Ну что ж, поговорим о Лёле Быковой. По горячим следам Лёля выпустила шоц, как едет на похороны. Вы знаете, я думала всё-таки в этом коротком стриме, что она так образно сказала, что уже прям выезжает на похороны. Ну, думаю, как, да, человеку надо одеть траурную одежду, всё-таки выдержать, да, вот этот ритуал, там, покрыть тёмным голову. Ну, в общем, всё, как это должно быть. Какой-то венок похоронный, либо цветы, но всё-всё-всё, как у нормальных людей. Что я увидела? Едет Лёля в белой футболке, в розовой куртке, и всё у неё хорошо. Ребята, я сидела пришибленная, и при этом она снимает шоц, рассказывая, да, что едет скорбить за близкого ей человека, и при этом напоминает и благодарит за флешмоб. Вот здесь я нифига не поняла. И вот думаю, да, все говорят за траур. А какой траур, ребята, в случае вообще быковой может идти речь? Где этот траур? Где Лёля, а где какие-то скорби? Она скорбить может только о тех деньгах, которые не сумела выдурить у подписоты. То есть, ребята, согласитесь, человек, который потерял вторую мать своим детям, крёстную мать, а согласитесь, крёстные не берут, кого попало, как правило, это близкие люди из твоего окружения. Лёля, в принципе, да, там не сильно особо и горевала, не посчитала нужным даже перенести флешмоб. Хотя, согласитесь, все подписоты это поняли. Стоило Лёле даже вчера выйти и сказать, да, ребята, вот такая ситуация, у меня умерла кума, я еду на похороны. Флешмоб переносится, будет не 11-го, а 12-го. Бабло в своё всё равно не отдали. Но Лёля посчитала нужным, что это не настолько веский какой-то весомый повод, из-за чего стоит отменять действительно свой флешмоб, где она продолжает стричь лохов. И это ужасно, это омерзительно и просто пробивает дно. Я не представляю, как хомяки не замечают вот таких нюансов. И вот в этом всё нутро Быкова. Она себя показывает такой, какая она есть. То есть, в первую очередь бабло, а после меня хоть потоп. Она не брезгует ничем. Согласитесь, ребята, ты вроде должна скорбить, ты вроде должна быть в печали, в слезах, да. Ну вот как потерять близкого человека? Едешь на похороны, тут ты снимаешь шоц, для того, чтобы подписота была в курсе, что ты ещё будешь стараться включаться и выходить в стримы, выходить, показываться аудитории, для того, чтобы не забывали донатить деньги. Я сидела в шоке. Я даже не знаю, что на этот счёт сказать. И вообще, как так можно? И при этом со Светой она, да, вроде бы пыталась давить скорбь, но на этом коротком стриме она со Светой улыбается, обнимается, разговаривает, и всё у них здорово и хорошо. Поэтому, ребята, не верю я никогда, что Лёля в состоянии за кем-то скорбить, за кем-то действительно плакать и страдать. Она может страдать только за потерей денег. У человека расставлен приоритет, и заточена она вся только, исключительно на добычу этих денег. Ничего святого у неё не осталось, никого она не любит. Это я скажу больше, она всех людей только исключительно использует. Вот если они ведомые, она может с них что-то вымыть. И тогда они для неё интересны. Тогда Лёля старается и держит эти отношения. Но как только они становятся неинтересны ей, не нужны, она легко от них избавляется. И все видели прекрасный пример на её подруге Ирине, по-моему, если мне память не ошибает. Как она с ней, или Наталья, я не помню, как она с ней поступила. Поэтому, ребята, где быково, где реальное сострадание? Я не знаю, как после этого хомяки спокойно это схавают и будут дальше давать деньги. Вот это действительно показательная ситуация и показательный случай. Во-первых, я не понимаю, для чего было вообще снимать этот ролик, и что Лёля пыталась в этом ролике рассказать всем и показать. Но выглядело всё очень печально и удручающе. Вот у меня со стороны так точно. То есть женщина, которая рассказывает, что верит в Бога, любит Бога, ходит типа в церковь, и вот такое поведение, это, ну... Я даже не знаю, как это описать. Есть всё равно на первом месте у неё, что, конечно же, бабло. Самое главное, чтобы хомяки не забывали слать бабло. И о каких-то похоронах, скорбях, печалях и слезах может идти речь. Где Лёля, а где всё это остальное? И вы знаете, ребят, смотрю на неё, думаю, вот по какому принципу она вырастет своих детей? По какому принципу она их воспитает? Что она в них заложит, да? Что она в них вложит? Но если ещё старшие дети, хоть как-то есть какая-то вероятность, хотя бы потому, что они всё-таки жили в монастыре, да? И это всё равно наложило свой какой-то отпечаток. Они жили всё-таки вне интернета, вне Ютуба. То есть он не так давно появился. И когда он появился, они уже были достаточно большие. То младшие дети уже привыкли изначально расти по принципу под прицелом, под камерами. Они уже заточены, заучены, научены именно на все вот эти лайки ставить. Постоянно дети пальцы суют в камеру. И здесь мне хочется сказать, вы знаете, это ужасно. Когда вот рассуждают о том, что типа Лёля говорит, вы все горите в аду, хочется сказать, нет, Лёля, вот твоя жизнь – это один сплошной кромешный ад. Это действительно та жизнь, которую ни один нормальный человек не может вас желать. Потому что так жить не захочет никто. Вот согласитесь, ребят, терять близких. И вместо того, чтобы действительно скорбить и всей душой, быть там, Лёля всей душой именно на флешмобе. Вот её душа находится на флешмобе. Её мозг переживает в этот момент, что там, как там и будут ли там капать деньги. Её мозг не находится рядом с людьми, которые горюют, и которым нужна поддержка, там какие-то тёплые слова, какие-то ободрения. Понятно, глупо там это всё, но сам факт. Всё равно, чтобы люди понимали, что ты рядом, и в любую минуту готов подставить своё плечо. Лёле это нафиг не надо. Я уверена, что она даже на похороны поехала только из-за того, что так должно быть. Вот надо поехать, поэтому я поеду. Типа для приличия. Но, ребята, поведение – это очень осудительно, очень мерзопакостно. И для меня это, конечно, очередное пробитое Лёлькой дно. Я не знаю, кто после этого вообще с этой полуумной дружит. Но у Лёли вообще, да, всем, кому она платит зарплату, это все в ранге её друзей. Потому что бесплатно, мне кажется, ну как, вот нормальные люди дружат, Лёля не умеет дружить. Вот она привыкла, что она должна заплатить, и тогда она дружит. Либо ей заплатили, и тогда она точно так же дружит. А я думаю, что нормальные люди, которые когда-то были с Лёлей рядом, они уже давным-давно от неё подходили в сторону, потому что видят вот это нутро. Понимают, что этот человек заточен и воспитан только на том, да, для того, чтобы тебя по максимуму использовать. Выдайте, выкинуй, да, как ненужную какую-то вещь. Типа отслужила своё, и до свидания. И, кстати, видно, как она и с мужьями своими поступила. Ну, то есть в общей картине вырисовывается истинное нутро и лицо Лёли. А вот эта, конечно, поездка на похороны, она у меня вызвала шок. То есть хоть бы не позорилась и реально переоделась в траурную одежду какую-то, и хотя бы не вызывала такого отвращения и пренебрежения. Я не знаю, кто после этого будет заявлять, что она верующая, и кричать после вот такого вызывающего поведения, «Лёля, мы за тебя молимся». Вам реально надо молиться о спасении её души. Вот честно, вам надо молиться просто о спасении её души. Потому что если бы, я не знаю, была, наверное, больше склонна верить в такие мистические какие-то моменты, я бы подумала, что реально в неё какой-то дьявол-бес заселился, который изнутри её просто разлагает, развращает и сжирает, просто пожирает её изнутри. Ведь обратите внимание, ребята, когда она просит деньги, она безумна. Она безумна в своих хотелках, в своих желаниях. Она не останавливается, у неё нет никаких ограничений. Она не понимает, что это такое теперь остановиться, выдохнуть и ни у кого ничего не просить. И опять-таки посмотрите, вот сколько грехов, дай божьих заповедей, она в этом плане нарушает. Как она охотно принимает чужие деньги, без всякой надобности. То есть, согласитесь, одно дело, когда человек просит на нужду и необходимость, а здесь она принимает деньги без надобности. Она создаёт сама для себя нужду. То есть, она считает, что, например, её летняя кухня – это нужда, её стройка дома – это нужда, сено её коровам – это нужда. И вот так вот у Лёли работает мозг. Я не знаю, ребят, кто после такого поступка останется с ней рядом. Но, честно, я бы не хотела в своём окружении иметь вот такую рядом Лёлю. И тем более, чтобы этот человек приезжал провожать меня в последний путь. Вот так это всё печально выглядит. Конечно, продолжение следует. А пока я прощаюсь со всеми. До новых встреч!